здрасте друзья мои как видите литок у меня закрыто половина в голубяки половина внутри сейчас я корму насыпал чтобы эти спустились сейчас я еще покажу чудо вам одну вот она пошла в стороночку отошла в стороночку значит это вчера вечером зашел голубятни смотрю голубятни взял отсадил а у него я обычно я на чужие бывает даю ребятам у него сейчас я на паузу поставлю вот этот здесь я отсадил а у него кокцидиоз вот я сейчас попробую показать помет его палочки видите она с кровью это кровь при кокцидиозе идет как бы но она и бумажка это я с утра выпустил бумажку живу как бы подсохла немножко ну и видно вот это да зелень сейчас я на паузу поставлю то есть голуб больной абсолютно попался ну голубь голубки не знаю но на паузу поставили спустится потом скоро спускаться сможет мне вчера когда зашел вот она видите из тысячи голубей вы сразу же узнаете что это из тысячи голубей потому что во первых грязный чумазый крови я думал может это копчик его долбанул на самом деле это абсолютно ничего нету ни царапин ничего где она так испачкалась не знаю могу другое сказать вот мы очень часто думаем что наши голубятники благородные люди понимаете раньше если кого-то хотели даже наказывать неважно человек заслужил этого наказания не заслужил но кто-то когда решил это да украли у них голубей вот такого никогда не было даже самый последний человек никогда не подходил не подкидывал в больных голубей там это да спицу прошлом году я специально просто показываю чтобы увидели прошлом году сколько раз но долго показывать не буду я сейчас его просто поймаю и это ну слава богу вверх пошел в прошлом году штук пять они штук шесть-семь по моему мне подкидывали в этом году несколько штук подкидывали то есть ну такое ощущение если у меня голуби заболеет сдохнут кому-то станет легче ну к сожалению есть еще такие подобные по-другому их не назовешь но то что голубей я еще в инкубационном периоде знаю что птица то есть многие не это да могли не узнать что этот голуб болеет потому что но не все же профессионалы не все же такие опытные не все каждый мелочь узнает меня сегодня утро взял и был отпустил думал может голубь уставший пропавший бывает от копчика ушел тем более кров был на это да там посмотрел там не царапин ничего не то то есть там не рано ничего нету единственное летать не умеет абсолютно не умеет этот голубь летает он круг даже не дает падает нас на крышу оттуда выгоняю она падает на другую крышу сегодня за весь день там по крышам там все практически круговые крыши прошла она но даже круг она не полетела то есть этот голубь самостоятельно летать долететь до меня долететь до меня не смог его могли только подкидывать как и прошлом году помните там и тетера ручного приводили выпускали думали сейчас всех мои голубей поймает там надо сейчас открою подойдет как бы не заходила не занесла заразу и понимаете получить хороший голубей очень трудно а вот погубить их очень легко буквальном смысле привезли какого-нибудь больного поймали какого-нибудь больного гор плохой то то моментально можно испортить всю птицу надо быть предельно аккуратно предельно осторожным чтобы как бы ничего не произошло с этим вот тут еще одно спасает спасает иммунитет у голубей даже вот смотрите вот эти простуда пошли вот это да там перепады температуры пошли это вот из тех пешкуна в которых я там уже желтый намазал грудь часть которых убрал сейчас которых оставил вот они какие пошла вот перепад температура перепада температура первую очередь там от сырости от перепада температура голубей начинается нахохленность голуби нахохливается начинает жидко дорешать это хачковский белый-красный хоть мазанный поэтому не надо ждать чтобы у них начался понос что потом от поноса лечить и надо ждать все надо делать заранее понимаете из такая хорошая поговорка гиппал поздно пить боржоми когда почки отказали мать и боржоми пить надо тогда когда еще почки хорошо действовать и поддерживать надо поэтому вот тоже банку набрал это гранатовой шкурочке то есть отвар из гранатого шкурочек я как бы советским мне как бы на данный момент это тоже хачковский на данный момент мне вот этого как бы не надо я могу я обходиться без этого да но она не повредит и дурин ты куда ты сюда на проводы электрики поэтому эти вещи надо все время тогда вовремя всегда давай чтобы у них иммунитет дышал и поэтому даже если и залетел больная птица за вас быстро эпидемия не пойдет потому что иммунитет у них работает но после таких голубей это новыми вчера получилось старший сын приехал мы как раз на улице тут шашлыков жарили я до самого поздна был вот тогда там во дворе буквально зашел домой там вышел ну и полчаса даже не прошел минут 15-20 прихожу этот голубятни уже то есть он может минут 15-20 находился голубятни долго чудить не получилось ему голубятни рано утром почистил дома работал чтобы ничего не было то есть как бы вот так ну а бить молодец ну сейчас подождем спуститься окончательный окончательный вердикт вынесем потому что такие голубей держать не надо нельзя не отдавать не подкидывать ничего и запоминайте там то это делает не знаю на чужом горе счастье не построишь это глупый шаг вот такие вещи делать я еще раз говорю этот голубь самостоятельно до меня долететь не смог его могли только подкидывать прошлый год столько раз подкидывали в этом году подкидывали да мне наплевать сколько подкидывали но еще раз говорю не все наши голубятники порядочные среди них к сожалению и подонки тоже попадается но это это поступок не 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 неблагородный поступок очень подлый поступок сделать так если кто-то мне что-то хочет сказать кто-то на меня одежда так подойдите мне скажите причем здесь голуби то теме они виноваты но к сожалению есть такие которые в лицо тебя вовремя это сказать ничего не смогут но за спиной как баба базарить могут или вот таких гадости делать но это как бы не мужское на паузу поставлю спустится конечно вот тянется тянется уже и координация слабеет и 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 вот это хомутом шея из этих першалов даже это сейчас будет падать хлоп 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 не падать он еще летать не умеет но там совершенно другое там на одном частном слове не знаю видите вы эти вещи не видите надо чтобы уже потихоньку замечали такие вещи потому что потому что опыт должен быть без опыта никуда который желтый маза на грудь это все октябрьские многие из них летать не умеют да вот он сидит на троге да вот 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 сначала хотел залезть вот 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 mention вот организм смотрите как все голуби смотрит красивый как она осмотрит координации народ обиделся друзья мои но пока этого жду что зайдет еще один сел на крестовину без хвоста без ничего но явно не моё придется и этого тоже дождаться не могу понять кто такой то ли шея то ли что-то там тоже полиция упал на это дорогие мои ну по-моему случайности не бывает такое одинаковые грязные чумазы еще один кто-то так наверное настырно старается дорогие мои ну с таким внешним видом но буквальном смысле у них хрип аж сейчас слышно не может быть не может быть здоровый голубь в этом состоянии после него надо белизной наверно руки помыть хозяин был шидрым человеком сразу по две штуки мне подарок хотел отправить такой нежадный человек хотя что состояние голуби видите в каком чумошном состоянии точно даже дотрагивается даже до них наверно сами владелец такого же типа потому что птицу содержать в таком состоянии нормальный человек до такого состояния не доведет просто это страсть вся в говне извиняюсь за выражение ведь что творится как можно таких голубей вообще держать ну зато это 10 часовые наверно или 12 часовые как у нас любит рассказывать так что дорогие мои будьте предельно внимательны не жадничайте в общем прежде чем чужака запустить голубятни 150 раз подумайте стоит ли этого делать или не стоит этому вам мой совет прямо от души не каждого голубя можно запустить голубятни как бы о нем не рассказывали поймали пришла или то или другое это очень опасно ну со мной как бы эти игры не прокатывать и не прокатит потому что если вы на днях видели а 20 штук моих пешалок моих пешалок убрал просто убрал из-за того что они таких убирают таких убирают как вы думаете неужели зараза я запрошу свою голубятнику это голубятнику и не по-человечески даже и не по-мужски всем спокойной ночи удачи всем друзья мои ну как говорится кто рано утром встал тому и бог дал походу очень сильно люди хотят делать не подарок вот еще один подарок для меня как это что-то с чем-то опять десяти часовая могу сказать кто эту птицу в таком состоянии держит я в общем дальше вы понимаете разве так можно свежий помет от этого чуда вот и сам отсюда посмотрите в каком состоянии вот этот голубь голубка эти и вот стоит одно такое чудо появляться нашим голубятни это будет конец вец конец конец поэтому будьте внимательны это ваших же целях вашей же безопасности вашей безопасности ваши голубей внимательно 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 не жадничайте не все должно быть голубя Продолжение следует...